Паровоз Паровозы семейства ООС самые распространенные в дореволюционной России. Эти машины созданы легендарным конструктором Вацлавом Лопушинским. Использовались как товарные и маневровые. Паровоз серии ОВМ имеет паровую машину типа Компаунт. Паровоз серии ОВМ. Этот известный по многим книгам и кинофильмам паровоз поручил звание Овечка. Символ железнодорожной России от Балтики до Тихого океана первой четверти 20 века. Именно Овечка стала первым локомотивом Транссибирской магистрали. И именно ее гудок возвестил всех о соединении Европы с Азией. Самый массовый паровоз периода Первой мировой и Гражданской войны. Маневровая машина первых пятилеток. В годы Великой Отечественной войны Овечки были незаменимы в бронепоездах. А прослужили людям паровозы ОВМ до 1964 года. Паровозом управляет машинист Александр Юрьевич Антон. Паровоз ОВМ 324 восстановлен в локомотивном депо Санкт-Петербург сортировочной московской бригадой под руководством мастера Алексея Грука при участии журнала «Локомотив». Дорогие друзья, мы встречаем паровоз 9П. Год выпуска первой машины 1936. Создан группой конструкторов Коломенского завода. Паровоз был предназначен для маневров на промышленных предприятиях. Этот маленький паровоз является символом развития индустрии СССР в годы первых пятилеток Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Маленький с виду паровоз был исключительно вынослив и неприхотлив. Вывозил длинные составы вагонов с горячей сталью на металлургических заводах. Работал на всех крупных предприятиях, имевших железнодорожные пути. Недаром «девятки», как их прозвали железнодорожники, строились до 1957 года. Долгое время, вплоть до 90-х годов, работали на поворотных кругах локомотивных депо. Машина, которую вы видите, используется в этом качестве в депо «Подмосковное» до сих пор. Паровоз 9П-19499 восстановлен в паровозном депо «Подмосковное». Паровозом управляет машинист Михаил Иванович Демин. Давайте проводим эту маленькую, но мощную машину бурными аплодисментами. Машины-труженики вывезли на себе сначала все тяжкое время первых пятилеток, Турксиба и великих строек индустриализации, а затем, наравне с солдатами и тыловиками, всю войну. Представитель паровоза «Эховский», то есть серии «Э», модификации «Э-У», расшифровывается как «Э-усиленный». Первый паровоз такой серии был выпущен в 1926 году. Основное назначение – товар. Фантастическая всеядность, трудоспособность и выносливость делают его подобным русскому солдату. Выносил 400% перегрузок. «Эховский» – главные локомотивы легендарных фронтовых колонн, без которых не была бы одержана победа. Работали на сырых осиновых дровах, едва горящем сланце, буром угле. Мемориальное значение паровозов «Э-У» не меньше, чем у знаменитых «Катюш» танка Т-34 самолета Ил-2. На таком паровозе повел первый состав Петр Кривонос. На нем воевала легендарная Елена Чухнюк. Данная машина 68389, построенная в 1929 году, имеет осколочные пробойны от авиационной пушки, прошла всю войну в колонне особого резерва паровоза. Этот паровоз был специально сохранен на Северной железной дороге и подготовлен для эксплуатации силами общества «ЖД Ретро-Сервис» в локомотивном депо «Подмосковная Московская железная дорога». Паровозом управляет машинист Александр Владимирович Сотников. Победы и поражений, невероятного мужества и стойкости русских солдат закончились долгожданной для всего мира победой. Победой, в которой существенная роль отводится железнодорожному транспорту. Паровозы серии СУ применялись в колоннах особого резерва. Они водили санитарные поезда, работая на любом топливе, могли тянуть на равнение до 18 вагонов, развивая скорость до 130 км в час. Паровозы серии СУ работали в пассажирском движении до второй половины 70-х годов, став самым массовым по числу построенным и самым распространенным пассажирским паровозом СССР. Паровозом управляет машинист Александр Владимирович Грава. Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СУ выпускался в четырех выпусках на протяжении четверти века. Был спутником путешествий целых поколений. По применимости машина просто поражает. От международных и курьерских экспрессов «Красная стрела» до тяжелых пассажирских составов и паровиков на тихих ветрах. Но многие помнят СУ как паровозы-победители, ведь именно они в легендарном 45-м году привозили поезда Победы на белорусский вокзал. Это они, украшенные цветами, стали символом победоносного возвращения героев на... Вы видите единственный сохранившийся в России действующий паровоз серии СУ номер 250-64. Он отремонтирован силами в ЖД-летросервис в локомотивном депо Тихорецкое северо-кавказской дирекцией тяги. После окончания войны в сугубо стратегических целях были необходимы проходимые, надежные, неприхотливые паровозы, пригодные для работы в любых паровозных депо. Состояние пути на железных дорогах СССР после войны было плохим, поэтому паровоз должен был быть легким и при этом достаточно мощным. Выбор конструкции для модернизации и массовой постройки однозначно пал на машину семейства Э, прекрасно проявившую себя в военные годы. Паровоз семейства Э серии ЭР 1951 года выпуска. Его создала группа конструкторов Коломенского завода при участии конструкторов Луганского завода. Основное назначение товарный. Индекс ЭР в серии означает реконструированный. Эрки, как их прозвали железнодорожники, стали одним из символов создания СЭФ, Совета экономической взаимопомощи. Они строились по советским чертежам в четырех социалистических странах Чехословакии, Польше, Румынии и Венгрии до 1957 года. Паровозом управляет машинист Василий Васильевич Рясков. Паровозы серии ЭР вошли в историю тем, что именно они завершили великую эпоху паровой тяги в России. В 1985 году на Чадовской железнодороге был переведен на тепловозную тягу последний паровозный участок Аланец Инсиарби в Карелии, который обслуживался именно паровозами серии ЭР. Они сохраняются в запасе до сих пор. Аланец Инсиарби Паровоз серии ЭР номер 774-38, который находится перед Вами, был сохранен на юго-восточной железной дороге и восстановлен силами Московской железной дороги в логотипном депо Руслова. К нам приближается знаменитая Лебедянка, паровоз серии ЭР. Он был создан в 1945 году на Коломенском заводе выдающимся конструктором Любом Лебедянским. Назначение паровоза грузопассажирский. Нет другого отечественного паровоза, который применялся бы так широко, от тяжеловесных грузовых маршрутов до пассажирских экспрессов, от вывозной работы и маневров на станциях до неторопливых пригородных поездов. ЭЛ – это самый массовый послевоенный паровоз. Увидеть его можно было на очень многих станциях. В начале машина была названа «Победа» и имела серию «П». В 1947 году конструкторы паровоза получили сталинскую премию, и решением правительства паровоз был обозначен по первой букве фамилии главного конструктора серии ЭЛ – Лебедянский. А у дружеников транспорта получил ласковое прозвище «Лебедянка». На паровозах ЭЛ работали многие известные машинисты-новаторы. Среди них знаменитый ветеран транспорта Александр Иванович Данович. Паровозом управляет машинист Дмитрий Львович Аданев. «Лебедянки» проработали с поездами до начала 80-х годов, а на маневрах и на хозяйственной работе – до 90-х. До сих пор они сохраняются в запасе. Паровоз «Л-2331» восстановлен в локомотивном депо «Подмосковное» и подготовлен к эксплуатации силами «ЖД-ретро-сервис». Состоит в действующем парке. Парашиловградского завода использовался данный паровоз как грузопассажирский. Вначале эти паровозы были названы ОР – Октябрьская революция. Но вскоре были переименованы в «ЛВ». В историю этой машине было суждено войти, во-первых, как к последнему магистральному паровозу по стройке СССР. Они строились в Оршиловграде до декабря 1956 года. А во-вторых, как к самому экономичному серийному паровозу в истории России. Его КПД достигал 9,27%. Оршиловградская революция Оршиловградская революция Эта прекрасная машина работала недолго, до середины 70-х годов, но оставила о себе добрую память паровозников как очень экономичная, удобная во вслуживании, значительно облегчающая труд бригады. Мощная машина, способная водить товарные тяжеловесы и пассажирские составы. Такая машина воплощает в себе большой инженерный итог в развитии отечественного локомотивостроения. Паровозом управляет машинист Павел Анатольевич Шилев. Представленный вашему вниманию паровоз серии ЛВМ поступил с Северной железной дороги и восстановлен до рабочего состояния силами ЖД-ретро-сеструк этой замечательной машины Лев Лебедянский и Геннадий Жилин. В годы послевоенного восстановления перевозки людей начали быстро возрастать. Нужна была принципиально новая пассажирская машина, вдвое более мощная, чем популярные СУ. Скоростная и при этом проходимая по слабому послевоенного пути, способная отапливаться даже плохим углем. Такой паровоз был создан на Колумбинском заводе в 1949 году. Красная полоса вдоль котла и тендера получила прозвище «Генеральские лампасы». А красивая машина за свой устремленный парадный вид получила у машиниста прозвище «Победа». Паровозом управляет машинист Валерий Анатольевич Федоров. В истории отечественного локомотивостроения еще не было столь экономичного, прогрессивного по конструкциям, удобного для бригады паровоза. По мощности «Победа» не уступала пассажирским тепловозам тех лет, которые еще только проектировались. Машина является отраслолицетворением новой эпохи. Получилась настолько перспективной и удачной, что оказалось, ее ждет труд как минимум длиной полвека. Но паровозная эра завершалась. Однако сегодня годы не состарили ветерана. Это по-прежнему полноценный локомотив, способный водить экспрессы, как и много лет назад. КОНЕЦ КОНЕЦ Слава прекрасному паровозу П-36, завершившему эпоху паровой тяги в нашей стране. Слава и безмертная благодарность машинам-друженикам, машинам-воинам!